Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, программа Кинофреш. Начнем, пожалуй, с самой ожидаемой и широкоформатной премьеры этой недели «Горько-2». Борис, зря. Вот жопа. Я не верю до сих пор. Я тоже. С момента действия первой части прошло совсем немного времени, а у Бориса Ивановича начались серьезные проблемы. Бандиты требуют с него деньги, и поэтому он решает устроить собственные фальшивые похороны. А вся семья должна ему в этом помочь. Все герои первой части благополучно перекочевали во вторую. Это Ян Цапник, Александр Паль, Ксения Александрова, Елена Валюшкина и даже Сергей Светлаков. Фильм получился вот такой. Я был очень рад, в восторге. Первая часть? А, мы про вторую говорим? А, нет, второй, ребят, второй, это ужас. Теперь все будет иначе, потому что на самом деле Борис Иванович жив. Поверить не могу. И я не могу. Целый час. Лежу, слушай. После выходной первой части фильма вышел, как вы все уже видели, отвратительный трейлер этого фильма, который все его нехорошие... Не менее отвратительный синопсис этого фильма, который все хорошие вещи, которые были в первом фильме, просто напрочь сбивает. Хватит! Пойдете, как диверсанты. Наташа, показывай. Вон, видите? Мягче тогда будет, плавнее. Ну и, собственно, после того, как я почитал рецензии уважаемых изданий мной очень, которые сказали, что Горька Дуэта лучше, чем Горька, что там в два раза смешнее и в два раза круче в целом. Прелестно. 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 В два раза прелестнее. Оказалось, что все не так. Здравствуйте! Давайте, давайте, давайте. Горька Дуэта абсолютно не смешное кино. И если вы считаете то, что это какое-то новое веяние в русском кинематографе, посмотрите, пожалуйста. Вот неделю назад прошел по телевизору фильм Андрея Сергеевича Камчаловского «Белые ночи», «Почтаренный Алексея Триптики». Да, да, он не сравнил, да. Настоящее русское кино. Оригинальное, современное и доброе. Да, конечно, ребят, не смотрите Горька, смотрите Тарковского. Нет. Надо Горька сравнить. А что тут не сравнить? Вышло примерно в одном... Я любой фильм могу сравнить с Тарковским, с Камчаловским, и как бы на фоне него это будет, как бы, стараться в полном уборстве, совсем-то не опуская фильм. Там были, там же были хорошие моменты. Да, шутки про крепкую струю мочи и так далее. На самом деле, как бы, вот ты такую безрадостную картину нарисовал, в общем-то, я... Вот, смотрите, кто заговорил. То есть там не все безрадостно было, да? Слушай, вот мне даже чисто противореческий поиск, конечно, фильм, но, ребят, на самом деле, может кому-то кино и понравится, правильно? Да, кому? Потому что, ну, я не знаю... Людям из неблагополучных семей? Ну, каким, знаешь, так, с влачьем всякой вот этой вот... Плохим людям он должен понравиться, понимаешь, потому что там все же плохие получаются в итоге, но в конце семейные ценности все-таки побеждают. Они купаются опять. Да. Ну, жесткий спойлер, они в конце опять купаются, черт, как я могу. Ну, и как бы, да, вот из того, что вроде как вышло, должно было выйти одинаковым, это корпоратив, выпускной Горько 2, выпускной, ребята, на три, на четыре головы выше, потому что там есть крутые рэперы, там есть не менее потрясающие персонажи, которые... Если там юмор, ответь на главный вопрос. Юмор там очень смешной, его в сто раз больше, чем в Горько 2. Давайте закроем уже эту тему и пойдем дальше. Рыбак? Нет, бизнесмен. Я сейчас умру навсегда. Горько 2. В кино. С 23 октября. Первый опыт сотрудничества Уолт Дисней и компании Марвел в сфере полнометражных мультфильмов. Фильм «Город героев». Как будто прилег на теплую зефирку. Продолжают поступать сообщения о невиданном бедстве. На нас напал суперзлодей, прикиньте. Вижу! Я медленный. Мягко сказано. Нам надо его найти. Некто в маске кабуки наслал роботов на тебя и пузыря. Оскар, как ты относишься к анимации Уолт Дисней, которая вот без привязки к Пиксару? Хорошо, к последним их творениям. Я как раз хотел сказать, что если раньше вещи, которые выходили в Пиксар, в Дисней и без Пиксара, они получались такими средненькими достаточно, несмотря на то, что мне нравился фильм «Вольт», но сейчас, когда вышел «Волт» с Владимиром Вдовиченко, то сейчас мне очень понравились и «Холодное сердце», и прежде всего «Ральф», конечно. А «Рапунсель»? Ну, «Рапунсель» — больший фильм для девочек, чем даже «Холодное сердце», давай вот так скажем. Да, ну, в общем, сейчас вышел фильм для мальчиков на 100%. Такая вольная экранизация комикса Marvel для японской аудитории он был написан, назывался «Big Hero 6». Собственно, под этим же названием он выходит в Штатах. У нас его назвали гораздо проще, «Город героев». Логотип Marvel убрали с постеров и поменяли просто «Город героев», сделали в такой штуковой гамме, то есть красный прямоугольник с белым шрифтом. Юный Хиро Хамада — прирожденный изобретатель и гений конструирования роботов. Вместе со старшим братом Тадаши они воплощают в жизнь самые передовые идеи в техническом университете города будущего Сан-Франсокио. После серии загадочных событий друзья оказываются в центре коварного заговора. Отчаявшись, Хиро решает использовать веселого и добродушного экспериментального робота Бэймакса, перепрограммировав его в неуязвимую боевую машину. Мне одному это мерещится. Сделаем тебе апгрейд. Но какие из нас вояки? Мы ботаники. Всем нужно сделать апгрейд. Я уже вижу, что из вас получится. У вас ничего не потеет в костюме? Давай! Пинай дверь! Бей с руки! В честь чего на нем подштайники из углепластика? С этой броней я утратил мирный и безобидный вид. Он прекрасен. А кто же, скажи мне, кто там самый крутой будет творить добро и в матче злодеев? Мне знакомо с героями с такими псевдонимами, как Васаби, Ханни Лемон, Голтамаго. Зелененькая такая штука, которая с Ролами давит. Да, только он чернокожий. Если бы не так высоко, мне бы тоже понравилось. Но я боюсь высоты, так что извините. Что такое? Разрядился. Мы вас вылечим. Бэй Макс! Теперь Дисней снимает про японцев, как бы. Не, а кстати, вот, опять же, они, в отличие от оригинального комикса, где все дело проходило в Токио, и он был очень японским таким по атмосфере, собственно, комикс продавался только в японии. Я боюсь на месте японцев. Они сделали вымышленный город Сан-Фрам-Сокио, которые, то есть, это штаты, но с дизайном современного Токио. И азиат там главный герой только один. Это хиро, мне кажется. Скажи, да, вот, я говорю, я на месте японцев обиделся, скажи, когда мультфильм Дисней уже появится, наконец, там, Пикачу, там, Силар Мунт. Но вот Бэй Макс, это практически Пикачу. Практически Пикачу, только он толстый, надувной, его можно обнимать. А у него большое белое желудо. Слушай, как ты сравнил эту хрень здоровую с Пикачу, я понять не могу. Ну, я уже понял то, что ты любишь Пикачу. В общем, я... А я еще ненавижу Пикачу, я спрашиваю. Оскар ненавидит Пикачу, но если вы хотите сходить в кино всей семьей и не получить такого разочарования, как, к примеру, от фильма «Горько 2», то, я думаю, ваш выбор должен власть на «Город героев 2». Хорошее кино от студии «Волк и Дисней». Все в восторге! У меня сердце остановилось! Разряд? Стоп, стоп! Это просто выражение такое! Ну что скажешь? Понял! Давай обратно в свой ящик! Участник Каннского фестиваля, новый фильм Оливье Асаяса «Зинц Мария» на очереди у нас. Да, это Валентина, личный помощник Марии Эндерс. Папарацци повсюду преследуют Марию. Мария Эндерс уже немолодая актриса на пике карьеры. Когда-то в молодости она сыграла юную девушку, которая доводит до самоубийства 40-летнюю женщину в спектакле «Змея Малой». Спустя 20 лет ей вновь предлагают сыграть в уже современной обработке этого спектакля, но уже в роли 40-летней женщины. Для меня это больше, чем роль. Теперь Мария едет в местечко Зильс Мария, что подготовится к роли, но демоны прошлого и юная ассистентка начинают будоражить ее душу. А кто будет играть Сигрет? Джо Эн Элис, Е19. Я доведу ее до самоубийства. Да, я думаю, вот сейчас мы будем говорить про единственный, серьезный, хороший фильм, который на этой неделе выходит. Почему единственный, хороший? Серьезный, серьезный. А, «Ворд Героев» просто веселый. «Ворд Героев» просто, да, он для детей, мы его не берем, вот как бы и Артхаус как всегда выручает. Поэтому Оливия Саяс, он снял фильм где-то в воздухе, если так не слышал. Я бы не смотрел. Это, скажем так, любимый режиссер Жульет Бинош, который тоже там играет, и идею фильма подал тоже он. По-моему, это смелый шаг сыграть Елену. Это победа над временем. Ну, по поводу Хлои-то у меня нет вопросов, а по поводу Кристина они периодически возникают. А ты знаешь, что это... Когда из-за ее полуоткрытого рта вырвется что-нибудь. Нет, ну зачем? Мне кажется, все равно под эти вот разговоры преувеличенные про то, что она там одна эмоция на все у нее, мне кажется, у нее как минимум две. Потому что, короче... Какие? Ну... Удивление и шок. Да, что-то рядом... Нет, тут она играет, как вы уже все поняли... Проститутку? Да нет... Да, простите. Нет, это первый ее фильм... Нет, второй фильм после «Сумерек». Первый фильм, кстати, он называется «Лагерь Икс-Рэй». Она играет такого, знаешь, нового солдата Джейн, короче, который работает в тюрьме Гуантанамо и который влюбляется в узника и хочет его вытащить как-то. Фильм, кстати говоря... Ну, я не смотрел, но фильм, походу, получше, чем «Горько 2». Почему я к нему все время возвращаюсь? Ты уходишь, не глядя на меня, как будто меня не существует. Да? И что? Наверное, я зря согласилась. Так вот, если все-таки не хотите смотреть все то веселое многообразие премьер, которое выходит на этой неделе, и хотите что-то более такого серьезного, теплого, домашнего... Основательного. Голый Жюльет Бинош и Кристин Стюарт, то обязательно посмотрите фильм Оливье Осаяса, который называется «Зильс Марье». Время уходит, и она не может смириться. Думаю, я тоже. Зильс Марье. Фильм Оливье Осаяса. Картина в родном прокате, называющаяся «Элиза Грейвс», выходит в России под названием «Обитель проклятых». Режиссер машиниста Брэд Андерсон, по-видимому, отошел от провального тревожного вызова и выпускает в прокат одну из самых интригующих премьер осени «Обитель проклятых». Я давно интересуюсь психическими расстройствами, сколько себя помню. У меня есть желание и образование, не хватает лишь клинического опыта. Молодой медицинский работник Эдвард устраивается работать в психиатрическую лечебницу. Вскоре становится известно об исчезновении одного из лечащих врачей больницы. Эдвард обнаруживает, что его похитили пациенты, а вскоре и вся больница оказывается захвачена ими. Есть сразу несколько причин заинтересоваться картиной с таким банальным названием. Во-первых, это экранизация произведения Эдгара Алана По. Во-вторых, это суперзвездный актерский состав. Джим Стерджес, Кейт Беккенселл, Джейсон Флеминг, Брэндон Глисон, сэр Бен Гинсли и сэр Майкл Кейн. Ну и, конечно же, блестящая визуальная составляющая с отличной стилизацией под 18 век. Ключ к безумию человека сокрыт в его страхах. Зачем вы сюда приехали? Я искал вас. Тяжелый случай. Параноидальная шизофрения. Что вы хотите с ним сделать? Лечить, разумеется. В общем, по поводу сюжета вам все более-менее ясно. Смешанные чувства оставил фильм. Скажу сразу, вот прям выскажусь по полной программе. Дальше Оскар меня будет поправить где-то не согласиться. Фильм снят качественно. Это не халтура. Это красивая стилизация под викторианскую психушку. С кучей-кучей отсылок и намеков на другие фильмы более популярные. На «Остров проклятых», как намекает нам название, и «Лысая голова» Бена Кингсли. Но непонятно, что такое заслуженный состав актеров. Первой величины. Таких заслуженных. Тем более, да, как Майкл Кейн и Бен Кингсли. Особенно Дэвид Тьюлис. Там, вроде как, особенно им и нечего играть. В общем, вкратце. Фильм посмотреть можно, но не ждите, что он будет каким-то захватывающим и динамичным, как трейлер. Нет. Фильм довольно-таки затянутый и скучный. И довольно-таки интересная концовка, которая действительно имеет некий вау-эффект. Вы до нее можете просто не досидеть. Но при этом стилизация и актеры на высоте. А вот сюжет крайне неинтересный. Это тот случай, когда 20 страниц не получается растянуть почти на 2 часа. Вместе мы отпразднуем рассвет нового дня. С чего вы взяли, что я уеду с вами? Я не брошу вас здесь. Кино играет на поле таком, типа, знаешь, такого загадочного, что-что-что. Но потом на 15-й минуте как бы выясняется, ну, кто не читал описание, что как бы все там произошло. И, соответственно, дальше идет уже по таким рельсам, которые, честно говоря, ты там может пару раз проснуться на этом фильме. И реально ничего не изменится. Вот ты уснул на 15-й минуте фильма, да? Проснулся там за минут 15 до конца. Да, прикольно, кстати, нормальный фильм. В принципе, кстати, вот ничего не потеряешь. Только непонятно, что в этой короткометражке делает Бен Кингс и Кейт Бэкинсэйл. Мы все безумцы, но не у всех хватает безумия в этом сознаться. Если вы любите такие викторианские триллеры, тему вот со старыми психбольницами. Да, то не смотрите атмосферу ужаса. Митинг прокнутый. Нет, это что-нибудь другое. И давайте на этом закончим. В общем, фильм на любителя лучше посмотрите дома. Горько. Первую. Твоя игра зашла слишком далеко. Обитель проклятых. Как киноманам сэкономить на походах в кино? Узнаем в кинотеатре «Мираж Синема». В нашем кинокомплексе «Мираж Синема» действует скидочная карта. Карта «Киномана». Она стоит 600 рублей. Действительно, она в течение одного года. На нее начисляется 20 скидок. Она предоставляет скидку 50% на все сеансы, на все билеты. По истечении срока действия или окончании скидок на ней вы можете ее продлить в наших кассах за 500 рублей. Скажи, круто, а! Также карта предоставляет дополнительную скидку 10% на пиццу нашей пиццерии. Действует карта с понедельника по пятницу на все сеансы. Суббота на сеансы до 17.00. В воскресенье после 21.00. Дорогие друзья, в преддверии одного из самых ожидаемых спортивных событий осени в нашем городе, я рекомендую вам посмотреть комедию о выпиющей неспортивном поведении и череде нелепых случайностей. Картину Майкла Бэя «Кровью и потом. Анаболики» Я себя сделал сам, сам заработал эти бабки. Может, потратишься немного на салат? Знаешь, кто придумал салат? Галатранцы. В чем дело, дело? Тебе это не осточертело, Эдриан? Нет, нет, у меня тут штанга, блины. Да я про твою жизнь говорю. Ты хоть раз платил вовремя за квартиру? У меня есть план, мы все изменим. «Кровью и потом. Анаболики» это один из самых смешных и одновременно поучительных фильмов о любителях накачанного тела и железа. Старший инструктор тренажерного зала решает, что карьера фитнес-тренера явно не соответствует его амбициям. И вместе со своими друзьями-качками разрабатывает, как ему кажется, идеальный план отъема всех сбережений у богатого бизнесмена. Стоит ли говорить, что с самого начала все идет не так? Я в кино видел и знаю, что делать. «Кровью и потом» учат нас, что порой веры в фитнес мало. Надо иметь хотя бы чуточку ума и тогда успех к вам непременно придет в любой сфере. «Мне нужно подкачаться». «Точно, да. Давай. До боли в мышцах. Чтоб сработало». Надеюсь, что фильм вам понравится, а вы не забывайте 1 ноября в 17.00 прийти в огни Уфы на конкурс «Мистер Урал». Специальный гость – участник Арнольд Классикс и Мистер Олимпия Сергей Шелестов. Приходите, будет очень и очень интересно. «Ты сказал без насилия». «Богом клянусь, я так и хотел». «Я не убиваю людей». «Все, понял. Когда закончим, пойдем в поход. Идет?» Вот и все на сегодня. Надеемся, вам все понравилось. Выбирайте только хорошие фильмы и обсуждайте их со своими друзьями. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на YouTube-канал. С вами была программа «Тена Фрэш». Увидимся в кино. Пока.